Здравствуйте! Вы смотрите выпуск новостей в студии Александр Батов в начале о главных его темах. Один участок по улице Поповой сохранился из того перечня. Вот. Поэтому как бы понять, что осталось с другими участками. Куда делись семь участков в Петрозаводске, выделенных под строительство детских садов и почему за пять лет не завершена работа по резервированию еще восьми участков для спорткомплексов? Депутаты Петросовета раскритиковали работу мэрии. Темис – это не только Москва или Санкт-Петербург, это еще очень много регионов, которыми дети занимаются. С огромным удовольствием у нас девчонки, когда есть возможность, ездят, дают мастер-классы. Известная теннисистка Анастасия Мыскина приехала в Карелию, встретилась с первыми лицами республики и провела мастер-класс для спортсменов. Одним из основных лозунгов, таких слоганов турнира является «Победа одна на всех». Для нас немаловажно сохранять память в наших семьях и говорить всем о том, что война была выиграна многонациональным народом. Турнир «Кубок дружбы народов-2015» в честь 70-летия победы вновь соберет на футбольном поле представителей разных национальностей, живущих в Карелии и Санкт-Петербурге. Теперь подробнее. Депутаты Петросовета раскритиковали работу мэрии Карельской столицы по резервированию территорий для строительства детских садов, социальных и спортивных объектов. На встрече, посвященной этой теме, специалист мэрия не смогла объяснить народным избранникам, куда пропали семь участков, выделенных под детские сады еще в 2010 году. И почему за пять лет до сих пор не завершена работа по резервированию восьми территорий для строительства физкультурно-оздоровительных комплексов в городе. Тему продолжит наш корреспондент Максим Смирнов. Вопрос резервирования мест под различные социальные объекты петрозаводские депутаты поднимают уже на протяжении пяти лет. Резервирование – это фактически гарантия мэрии, что выделенную землю не отдадут под строительство развлекательного центра или жилья. Лишь на одной из восьми территорий, предусмотренных под детские сады, еще в 2010 году было построено дошкольное учреждение. Депутаты написали мэру Галине Шершиной запрос о судьбе других участков, но внятного ответа от нее не получили. Один участок по улице Поповой сохранился из того перечня. Поэтому как бы понять, что осталось с другими участками. Не смогла ответить на этот вопрос и начальник управления земельных ресурсов Людмила Волова, сославшись на то, что не знала, что будет обсуждаться эта тема. Однако пообещала предоставить депутатам исчерпывающую информацию к ближайшей сессии. Обсудили также и резервирование городских территорий под строительство спортивных объектов. Выяснилось, что из восьми территорий, выделенных под спортивные комплексы, только четыре на сегодня официально зарезервированы. Участники встречи возмутились волокитой чиновников мэрии. Они были зарезервированы и, вот здесь уже вопросы начинаются, за пять лет не было проведено, вернее, не закончена резервация или резервирование, не выполнены кадастровые работы совершенно, то есть участки, они, ну, неизвестны, они висят, их нет, по сути дела. А между тем, отметил Леонид Байтман, проблема нехватки спортплощадок в городе стоит сегодня особенно остро. Петрозаводск на последнем месте среди всех региональных центров страны по социальному нормативному обеспечению жителей спортобъектами. На встрече договорились, что до конца месяца все четыре предполагаемые под строительство спорткомплексов территорий будут официально подтверждены постановлением мэрии. Одна из них в центре, бывшая площадка Галиковского рынка на перекрестке проспекта Александра Невского и улицы Калинина. Там осталось снести маленький магазин. Ориентатор в добровольном порядке, бывший ориентатор не освобождает. В настоящее время мы обратились в СССР об обязании его освобождения данного земельного участка. То есть после этого уже можно будет принимать решение о развитии данной территории, о формировании земельного участка, в том числе и для размещения физкультурно-оздоровительного комплекса. Резервация участков под строительство спортивных объектов может заинтересовать и инвесторов. Все территории будут детально описаны на портале инвест-предложений города и могут быть выставлены на торги через аукцион. Вопрос строительства спортивных комплексов будет включен в повестку ближайшего заседания Петросовета. Глава Карелии Александр Худилайнин дал интервью радиостанции «Говорит Москва». В течение часа он отвечал на вопросы ведущего и слушателей радиопрограммы. Темы поднимались самые разные – экономические, политические, социальные. В частности, ведущий поинтересовался, насколько Карелия самостоятельна в финансовом плане. Александр Худилайнин рассказал, что республика – регион дотационный, в нем 11 моногородов. На 80% они формируют экономический потенциал региона. Цитата. «Мы работаем над поддержкой существующих предприятий, над их реанимацией. Нашли практически на все крупные предприятия инвесторов. Работаем над привлечением новых. Принята очень неплохая нормативно-законодательная база в течение 2-3 лет, поэтому сегодня инвесторы активно заходят на территорию республики. Сегодня у нас в проработке 134 новых инвестиционных проекта. Я думаю, что через 3-4 года потенциал Карелии значительно улучшится, и мы с дотационного постепенно превратимся в самоокупаемый регион». Глава Карелии Александр Худилайнин пояснил, что потенциал – это не только лес и полезные ископаемые, это еще и большие возможности в сельском хозяйстве, туризме, развитии приграничных отношений. Глава Карелии рассказал и о концепции федеральной целевой программы развития региона до 2020 года, которую в мае должны принять. «Согласно концепции программы, Карелия получит 15 миллиардов рублей из федерального бюджета и 123 миллиарда частных инвестиций. Это существенно улучшит возможности, привлекательность, а самое главное – качество жизни наших жителей», – добавил Александр Худилайнин. Петрозаводск сможет принять участие в федеральной программе по обновлению городского троллейбусного парка. Заявка администрации города на софинансирование будет поддержана, заверили в Республиканском госкомитете по транспорту. Сделано это будет после того, как мэрия проведет оценку потребностей в новой технике и мониторинг цен, а также определится с количеством планируемых к закупке троллейбусов. Тем самым в Госкомитете по транспорту опровергли утверждение городских чиновников о том, что Петрозаводск не сможет принять участие в федеральной программе. Постановление правительства России о предоставлении регионам субсидий на покупку троллейбусов вышло 1 апреля, когда бюджет Республики уже был сформирован. Свободных средств на софинансирование сейчас в Карелии нет. Однако они будут найдены, и их объем будет зависеть от объема выделенных городом средств. Также в Корейском комитете по транспорту напомнили, что Республика внимательно относится к развитию транспортной инфраструктуры Петрозаводска и уже помогала городу в покупке техники. В 2013 году при участии бюджета Республики были приобретены 5 троллейбусов, которые и сегодня работают на городских линиях. При этом организация транспортного обслуживания на территории поселений это все-таки компетенция органов местного самоуправления. Поэтому Петрозаводск может принять участие в федеральной программе и независимо от республиканского софинансирования. Сегодня Петрозаводск посетила известная российская теннисистка и тренер Анастасия Мыскина, победительница турнира «Большого шлема» 2004 года, двукратная обладательница Кубка Федерации, заслуженный мастер спорта. Анастасия встретилась с первым заместителем главы республики Олегом Громовым и провела мастер-класс для начинающих карельских теннисистов. Обо всем по порядку в материале Алиса Агранович. То есть вы сопровождаете мяч от момента, когда он улетел к сопернику, до момента соприкосновения струн с мячом. Это очень важно. Если вы не будете смотреть на него, вы не будете знать, куда он у вас полетит, и вы будете все время удивляться, почему вы не попадаете. Это самая важная и главная составляющая в теннисе. Правильная стойка, подача и удар. Анастасия Мыскина есть о чем рассказать теннисистам, которые только начинают свой путь в спорте. Ребята ловят каждое слово. Не каждый день сможешь получить урок, у спортсменки в копилке которой такое количество наград. Сразу после теории переходят к практике. Спортсменка нашла минуту немного рассказать о себе. Оказывается, постоянно быть в форме Анастасии помогают не только регулярные тренировки, но и ее семья. У спортсменки трое маленьких детей. Я, конечно, не изнуряюсь о тренировке, честно скажу, какими-то сумасшедшими, но поддерживаю, играю в том числе и в хоккей, и в теннис, и в футбол с детьми. В Карелии Анастасия Мыскина впервые. Большая любительница природы, она всегда хотела посетить наш край озера лесов. Об этом она рассказала уже на встрече с заместителем главы республики. Проводить такие мастер-классы в регионах Анастасия нечасто. Семья не отпускает. Хотя спортсменка и считает эти поездки очень важными. Теннис – это не только Москва или Санкт-Петербург. Это еще очень много регионов, которым дети занимаются и очень хотят все-таки как-то видеть спортсменов вблизи и поближе. Поэтому с огромным удовольствием у нас, девчонки, когда есть возможность, ездят, дают мастер-классы. Вы такой выдающийся человек, спортсмен, заслуженный, принесший славу России, прибыли к нам, нашли возможность с тем, чтобы поделиться с молодым, прорастающим поколением спортсменов, то есть от теннисистов, своим большим опытом, профессиональным. Спасибо. Поговорили о дальнейшем развитии тенниса в Карелии. Пока он не входит в список приоритетных видов спорта и площадок для занятий теннисом пока не так много, как хочется. Олег Громов рассказал, что в новом спортивном центре, который сейчас строится в Петрозаводске при поддержке «Газпрома», будут теннисные корты. А Анастасия Мыскина пообещала приехать в Карелию снова и привезти с собой действующих спортсменов. А сейчас о других новостях в республике. Свыше 6 тысяч ветеранов и сопровождающих их лиц проехали в поездах дальнего следования бесплатно с 3 по 12 мая. Такое право им дали в связи с празднованием 70-летия победы в Великой Отечественной войне. Наибольшее количество льготных билетов пассажиры оформили в Москву, Санкт-Петербург, Волгоград, Сочи, Казань и Екатеринбург. При этом компания РЖД число поездок не ограничивала. Сегодня в Оланецком районе начался традиционный военно-патриотический слет «Сяндиба». В нем принимают участие более 100 студентов и сотрудников Санкт-Петербургского политехнического университета и других вузов города на Неве. В ходе слета студенты уберут территорию вокруг воинских памятников и захоронений, поучаствуют в военно-спортивной игре и реконструкции, посвященной боям при обороне Оланецкого направления в 1941 году. Также продолжат работу по созданию интерактивного музея по истории Великой Отечественной войны. Ветеран Карельского фронта Григорий Танасийчук побывал на параде победы в Москве. По его словам, это действительно было грандиозное мероприятие, демонстрирующее силу и мочь государства. Ветеранам в эти дни, как сказал Григорий Яковлевич, было оказано большое внимание. После парада их приняли в Большом Кремлевском дворце от имени президента страны. Также они встретились с министром обороны России Сергеем Шойгу, а вечером побывали на концерте на Красной площади. В ближайшее время о своей поездке на юбилейный парад победы Григорий Танасийчук пообещал рассказать петрозаводским школьникам. Площадь Кирова закроют для движения транспорта с 15 мая по 29 июня. Об этом сообщает администрация города. Такие меры приняты в целях безопасности дорожного движения при проведении на площади массовых мероприятий. В течение полутора месяцев там пройдут «Вела ночь», открытие мотосезона, международный фестиваль детского творчества, автопробег и День города. 17 мая на Кургане пройдут юбилейные старты всероссийских массовых соревнований по спортивному ориентированию «Российский азимут». Принять в них участие могут все желающие. В зависимости от возраста им нужно будет отыскать с помощью карты до 23 контрольных пунктов. Заявки на участие принимают с 10 утра до 6 часов вечера по адресу улица Держинского, 26. Зарегистрироваться можно и на сайте Федерации спортивного ориентирования Карелии. В выходные на стадионе «Спартак» пройдет Кубок дружбы народов по футболу. В нынешнем году он посвящен 70-летию победы в Великой Отечественной войне. За кубок будут бороться более 16 команд из Петрозаводска и Санкт-Петербурга. Участие в состязаниях примут проживающие в Карелии представители разных национальностей – грузины, поляки, азербайджанцы, армяне и другие. Кроме того, на кубок заявили студенты из-за Ордании, поступившие в Петрогуум. В этом году карельскую инициативу поддержали также коллеги из Санкт-Петербурга. В Петрозаводск приедут 4 команды из северной столицы, представляющие ингермарландцев, татар, казахов и выходцев из Средней Азии. Одним из основных лозунгов, таких слоганов турнира является «Победа одна на всех» и «Национальности много, игра одна». То есть мы отдаем себе отчет в том, что мы живем в многонациональной стране, а тем более в многонациональной республике приграничной. И для нас немаловажно, что сохранять память в наших семьях и говорить всем о том, что война была выиграна многонациональным народом. Это очень мощная и важная инициатива для Республики Карелия. Это возможность показать населению Республики Карелия и жителям города Петрозаводска, что наши национальные и общественные объединения очень дружны между собой, сильны. Расписание матчей можно найти на сайте проекта. Торжественная церемония открытия состоится на стадионе «Спартак» 16 мая в 14 часов. Итоги подведут в воскресенье вечером. На этом наш выпуск завершен. В студии для вас работал Александр Батов. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин